Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Судрева. Смотрите сегодня в выпуске. Открытая регистратура, новое оборудование. На ремонт детской поликлиники номер 3 выделено более 3 миллионов рублей. Ульяновцы могут перенести сроки капремонта. В парке Прибрежный проходит третий этап благоустройства. Урожай ульяновских фермеров защитят от пожаров. Сегодня в 12 дня в Заволжском районе Ульяновска загорелся 27 рынок. Как сообщает Управление МЧС России, по Ульяновской области произошло возгорание металлического ангара на втором этаже. По предварительным данным пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены 8 единиц техники и 23 человека личного состава. В дежурную часть Сенгелевского района обратилась пенсионерка с сообщением о краже из ее дома медали и орденов, принадлежащих ее родственнику, ветерану Великой Отечественной войны. Во время отсутствия хозяев дома злоумышленник проник в квартиру через окно, похитив ценные вещи. Однако сбыть их не успел, был задержан. Им оказался 50-летний безработный житель Ульяновска. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Вид бережливой поликлиники приобретает еще одно медучреждение в Ульяновске. Капитальный ремонт начался в детской поликлинике номер 3, что на улице Камышинской. Регистратура открытого типа, красочные стены, полопотолок, а также модернизированное медицинское оборудование в детских поликлиниках. Одно из приоритетных направлений национального проекта здравоохранения. Неделю назад в обновленном виде заработала детская поликлиника номер один на Льва Толстого в Ульяновске. Сегодня эстафету капитального ремонта приняла поликлиника номер 3 на улице Камышинской. Оба учреждения входят в структуру детской городской клинической больницы. К единому медицинскому стандарту поликлиники всей страны приводят согласно нацпроекту здравоохранения в рамках десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным. Ремонтные работы у нас только начались здесь, две недели назад. Сумма контракта составила 3 миллиона 200 по итогам торгов. Это средства областного бюджета выделены на 2019 год. Ремонтные работы планируются закончить к сентябрю. Единый стандарт подразумевает открытые регистратуры, колл-центры, дизайнерские красочные стены, новую мебель и оборудование. Так, в поликлинику номер 3 закупили новый рентген-аппарат с уменьшенной лучевой нагрузкой. Подобный уже работает в первой поликлинике. Установят цифровое оборудование, как только отремонтируют кабинет. Сейчас ремонт также ведется на первом этаже здания, где оборудуют новую регистратуру. А на этих кадрах отремонтированы еще в мае лаборатории кабинет забора крови. Теперь внимание детишек от не очень приятной процедуры отвлекает не только красочная плитка, но и телевизор с трансляцией советских мультфильмов. Нет, из этой поликлиники никуда не переселились. Данная поликлиника, она типовая, поэтому она соответствует всем нормам и требованиям санитарным. То есть это неприспособленное помещение. Поэтому разместились все здесь. Сейчас нам повезло в том плане, что это летний период, заболеваемость невысокая, поэтому в поликлинике обращается меньше народа. Поликлиника Накамышинская – крупнейшее подразделение Ульяновской детской больницы. За меточереждением закреплено 20 тысяч детей и подростков. Дети часто болеют, особенно когда маленькие. И когда стены красиво украшены детскими персонажами, когда висят телевизоры, это значительно упрощает нахождение в очереди. Когда дети заняты, есть им куда-то обратить свое внимание. Естественно, это важно. Осенью ремонт начался еще в одном подразделении больницы поликлиники номер 4 на улице Варейкиса. Рината Леулова, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ. Третий этап благоустройства стартовал в парке Прибрежный. В 2019 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в парке будут проведены работы на сумму около 20 миллионов рублей. Средства выделены из разных уровней бюджетов. Установят ограждение парка в направлении строящегося жилого комплекса, обустроят пешеходные дорожки с освещением, а также установят скамейки для отдыха. Кроме того, для ульяновцев оборудуют современную спортивную площадку с резиновым покрытием площадью в тысячу квадратных метров. В этом году также планируется приступить к устройству навеса перед сценической площадкой. Открытие счета на капремонт – важное мероприятие для всех жильцов многоквартирных домов. Не каждый собственник имеет понятие о специальном счете и возможностях, которые он предоставляет. Когда, как многие многоквартирные дома, благодаря ему смогли значительно сдвинуть сроки капремонта. В плюсах спецсчета разбирался Егор Титов. Сроки капремонта можно перенести на более ранние. Этой возможностью уже воспользовались многие жители ульяновских домов. Для этого необходимо перевести свои деньги из общего котла на специальные счета. И не только перенести сроки, но и получить еще несколько дополнительных возможностей. Жители сами вправе выбрать вид работы, исходя из износа того или иного конструктивного элемента здания. Также они вправе выбрать сами подрядную организацию. И, естественно, здесь уже наступает немаловажный тот факт, что контроль осуществляют, поскольку деньги платят жители свои кровные, они осуществляют контроль. Этой возможностью воспользовались жители дома на Азовской, 93. Одинокая пятиэтажка спряталась на промзоне рядом с ТЭЦ. Но благоустройство во дворе и в доме достойно центра города. И оно продолжается. Собственники жилья решили выделить деньги на спецсчет и привести капитальный ремонт кровли дома. На данном доме была полностью демонтирована старая кровля, 100%. Местами проведен частичный ремонт цементной стяжки. Уложенного на данном этапе производится ремонт второго слоя кровли. Окончательный ремонт крыши обещают завершить к 15 августа. А вот в доме номер 36А по улице Розы-Люксембург кровли уже полностью заменили. Пять лет назад собственники приняли решение собирать деньги на спецсчет. Этот процесс не очень простой, но нужный. Не все жильцы верили в это. Многие сомневались, что удастся собрать необходимое количество средств. Пожалуй, это самая распространенная причина, которую мешают домам обзаводиться спецсчетами. На улице Розы-Люксембург все удалось. Общие жилища начали приводить в порядок. Первым делом занялись крышей. Крыша нас беспокоила уже около трех лет. Мы тратили текущие деньги, латанием дыр этой крыши. Результат, как говорится, печальный был. Деньги уходили, нужен был ремонт капитальный. Если бы жильцы дома не перевели деньги на спецсчет, то капитальный ремонт начался бы не ранее 2043 года. И не удалось бы им самим выбрать подрядную организацию. И даже получить экономию, которую можно направить на другие работы. Я не хочу сказать, что это уникальный случай. Нет. Но не типичный для сегодняшнего дня по системе ЖКХ. Когда у дома есть свой спецсчет, на этом спецсчете эти деньги потрачены с умом. В настоящее время четверть всех домов Ульяновска перешли на спецсчета. Количество заявок продолжает увеличиваться. Егор Тстоф, Александр Кудряшов, Новости Олправда ТВ. Работы по созданию территорий для спортивного досуга димитровградской молодежи в самом разгаре. На стадионе «Старт» рабочие строят площадку для экспериментальных видов спорта. Что уже сделано и что предстоит сделать в ближайшее время, говорили во время визитов в Димитровград министр спорта Ульяновской области Николая Цуканова. Скейтбординг, скалолазание, райдинг, брейкданс. Уже в августе молодежь второго по величине города Ульяновской области сможет заниматься экстремальными видами спорта на новой площадке. Кстати, инициаторами создания площадки стали сами спортсмены. О том, что им негде заниматься, ребята рассказали в видео, выложив его в соцсети. Набрав больше 200 тысяч просмотров, ролик попался на глаза губернатору. Нас заметил губернатор Ульяновской области, который очень сильно оценил нашу инициативу и, собственно говоря, выделил из областного бюджета 6,5 миллионов рублей на создание данного кластера. Площадку для занятий экстремальными видами спорта разместят на стадионе «Старт». Ход работ на контроле у регионального министерства спорта. Подрядчик уже демонтировал старые трибуны и ограждения. Начата укладка асфальтного покрытия. Закуплен контейнер для инвентаря. Само производство скейт-парка в производстве были закуплены материалы, металл, фанера логостойкая. Все нужные материалы уже в принципе в пути. И мы не видим никаких проблем для того, чтобы изготовить данные конструкции строго по графику. Скейт-парк в Димитровграде будет больше, чем в Ульяновске. Предусмотрено место для переодевания и отдыха. Но областной центр в обиде не оставят. По словам Николая Цуканова, в 2020 году запланировано переоборудование Ульяновского скейт-парка. У нас есть тоже перспектива развития этих площадок и в других муниципальных образованиях. Это связано с тем, что это молодежный вид спорта, который уже включен в программу. То есть спортивные и олимпийские игры это планируется развивать. И самое главное, что это подростковая часть населения, которую нужно с улицы ввести на то, что модно, молодежно, интересно для них самих. Димитровградская площадка будет доделана к 15 августа. На открытие запланировано провести фестиваль экстремальных видов спорта, на которые приедут ребята из Ульяновска, Саратова и Самары. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Оллправды ТВ. В ближайшее время специалисты гидрометцентра прогнозируют повышение температуры. Это значит, что растут риски потери урожая. Поэтому в период уборочной кампании в Ульяновской области будут приняты особые меры пожарной безопасности. Одной из таких мер подготовки станет обеспечение первичными средствами пожаротушения, специнвентарем комбайнов и тракторов, а также полный технический осмотр до начала их эксплуатации. Ответственность за исполнение возложена лично на руководителей муниципалитетов. Завтра в регионе ожидается облачная погода, местами возможны осадки. Температура днем составит 23 градуса тепла. Ветер западный до 14 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok